Добрый день. Разбор партии между Николой Митичем и Дмитрием Суриным. Партия первого тура. Публиковалась она в «Секретах мастерства». Достаточно лаконично и интригующе ее описал Александр Динерштейн. Ну, давайте посмотрим, что было в этой партии. Дмитрий Сесни играет черными, Николы – белыми. Ну, Никола, как вы знаете, учился в Японии, был НСМ пару лет назад. Получил седьмого данных. Мне кажется, неправильно записано, потому что он так-то седьмой дан. Но как-то нестабильно играет. Ну, и Дима, который тоже играет крайне нестабильно. Ну, в общем-то, успевает Дмитрий слева занять ключевой пункт, который крайне важен для развития стенки белых и для развития стенки черных. Поэтому, мне кажется, крайне по классической теории, черный тут был доволен, потому что справа-то вроде как доминация у черного, потому что камней больше. Ну, как бы два угла против одной группы. Сверху угол белых на нижний угол черных. Стенка с развитием против стенки без развития. То есть вот так вот, если смотришь на все эти факторы, то кажется, что в Секе уже прошло 23 хода, а в Секе уже абсолютно выиграно. Вот, но я уверен, что если загрузить эту позицию в Лилу, она скажет, что тут как минимум равно, а то и вовсе в пользу белого. Вот, и вот вся эта классическая теория, она как бы с логическими доводами, которые я только что вам, дорогие друзья, высказал. Она, конечно, рушится в пух и прах. Вот, в общем-то, Никола понимает, что снизу-слевую стенку надо как-то использовать, поэтому залезает. Вот, ну и Дима не брезгует, начинает борьбу. Вот, но дальше Никола применил такую достаточно легкую форму, прыгнул через два. Может показаться то, что это слишком широко. Вот и Диме наверняка так показалось, потому что он начал усиливать белых сверху, отдал очень большое количество очков, потому что их здесь не было. Да, вот, угловые очки были, но все то, что добавилось сверху, этого не было. После чего Дима решил забрать камень слева. Камень, конечно, не маленький, но, во-первых, его можно пожертвовать, приположим, с помощью такого хода. То есть просто начало Йосы. Вернее, это не начало Йосы, это Йосы в начале партии, на которые черный отвечает. Но это, разумеется, всегда успех. Более того, дальше еще и такой ход будет за белых. И это, как бы, тоже потеря большого количества очков, если тут не добавить ход за черных. Но, кроме того, это просто гигантское количество Адзи. Да, камень теряется, но, опять же, разумеется, так много получил черный. На фоне того, что это Атари дальше будет, я даже не знаю, может быть и такой ход, почему бы и нет. Тоже не так-то просто не найти ответ, потому что если так, то сюда. Единственный ответ здесь, это сюда, потому что иначе защелка. Но понятное дело, что прямо сейчас это не работает, но это очень дурные Адзи. То есть, если... Означает то, что абсолютно любой ход данной области, это санкция белых. Иначе это все начинает работать. Вот поэтому... Мне кажется, вот этот ход немножко поспешил Никола. Все же какой-то Адзи Кеша, потому что Дима, кажется, был рад такому обмену, потому что все Адзи моментально исчезло. Все. Его больше нет. Вот. И забрал он сюда какую-то территорию. Вот. Но что мне не нравится? То, что превалирует здесь именно какую-то территорию. И я бы не сказал, что она сильно большая. На фоне того, что отдали угол, отдали очки сверху, осталось Йосе. Белый какой-никакой, но получился уже какая-нибудь Б, который развивает стенку. Остались всякие Адзи в С. Вот если бы еще какая-нибудь обмен, вернее, Б на Д убрать, то я вообще не совсем понимаю, с чем Дима так начал забирать этот камень. Мне не кажется, что это достаточно много, чтобы так вот прям вкладываться в это. Вот, в общем-то, Никола вставил от Адзи удлинился. Вот. И все это завершилось еще и в цент. То есть, Белый забрал вверх, Левый немножечко в центре подприжал. Все это сделал без потери хода. Успел занять ключевую точку справа, которая усиливает Эдвушечку. Ну, и сверху черный мне, собственно, интересно распространяться, потому что уже есть камни белых. Вот поэтому это Дима все понимал и залез. Возможно, он чувствовал, что и слева получился результат. Ну, не столь хороший. Поэтому залез на правую сторону и разделил эти группы. Никола забрал угол. Вот. И по итогу получилось, что справа непонятная двушка белых против, значит, слабого камня черных. Вот. Но проблема в том, что инициатива-то у белых, ход белых. И он успевает начать атаку. То есть усиливает и свою Эдвушечку, и атакует этот Двеночный камень. Поэтому так кажется, что это все успешно за белых. По ощущениям-то все еще должно быть преимущество. Вот. Ну, что ж. В этот раз Дима понимает то, что что-то идет не по плану, что ему, возможно, не хватает очков. Вот. Ну и режим Сурина пришлось включать. Как вы знаете, Сурина – это человек, который выживает даже там, где дохнут тараканы. Вот. Его группы крайне жизнеспособны. Вот. И поэтому выжить в таком пространстве, как справа, не составляет для него труда. Вот. Но при этом надо понимать то, что Био все равно получает какую-то прибыль. Собирает эти два камня. Да, снизу справа, конечно, неприятно. Особенно после того, как будет сыграно в С4. Вот. Но пока что какой-то чудной, честно говоря, обмен Дима совершил. Зачем-то отдал этот камень. И я вот сколько сидел, так вот и не понял, зачем же он это отдал. Ради кофта вот этого Адзи? Ну, как бы да, ну, окей, но есть. Ну, блин, дарить камень, дарить по ноге? Не знаю, меня бы жаба задушила. Вот. Ну, и, в общем-то, начал он просто с другого хода. Никола решил доиграть справа. Вот. Тем более, это Сенте против Укла. Вот. Ну, конечно, разгрызание все еще остается. Правда, там не все так гладко будет. Вот. Ну, тем не менее. Начало нужно поворотиться справа. Дима порезал. Антария как раз как-то тот самый вариант. Но, опять же, Анпануке это всегда болезненно. Вот. Ну, и просто соединился. Вот. Но, хотя это по ощущениям очень грубая, конечно, ошибка. Слишком пассивно. Хорошим, надо было, наверное, как-то поактивнее тут действовать. Просто удлиниться хотя бы. Потому что я вот искренне соневаю, что Черный Сил будет тратить ход на то, чтобы прерывать это потенциальное соединение. Вот. И в Сенте он это сделать не может. Потому что, если так, то это полумертвая группа нужно еще тратить ход на выживание. Вот. Ну, да, тут что-то есть. Ну, как-то я вот слабо верю в то, что это, во-первых, можно убить. Во-вторых, что это можно убить. В-третьих, что это можно убить. Возможно, вам показалось то, что это все повторяется, но это к тому, что очень уж много способов у белых выжить. Ну, так что, мне кажется, сюда было бы поинтереснее. Так уж слишком пассивно. Дим, кто, разумеется, был очень рад получить два Атари. Вот. Это, разумеется, укрепляет эту группу. И центр у белых слабеет и исчезает. Вот. Ну, пока время вернуться к этой слабости. Дим, поэтому развивается. В-третьих, это, конечно, пришлось допустить вот это разрезание. Ну, что поделать. Но зато порезал сам здесь. Вот. По итогу просто, например, эта группа выжила отдельно. Вот. Но белый получил некоторый центр. Во время как Дима, соответственно, забрал нижний правый угол. Опять же, там еще есть некоторые нюансы. Вот. Мы их скоро с вами увидим. Соответственно, белый там грозится выжить. Вот. И тем более, то там еще не полностью жизнь-то. Вот. Ну, при этом Дима успевает заблокировать, соединить свои группы. Но в целом всем понятно вот как бы к чему сейчас их соединять. Потому что центральная группа и так уже была сильно и жива на 100%. И снизу группу можем было развить с очками. Вот. Но с другой стороны это, конечно, просто укрепление и изоляция белых справа. Но поэтому в принципе это, наверное, даже не так плохо. Вот. Пока что сверху справа играют. Вот. И тут и началась та самая магия, которая позволила выиграть. Вот. Я вот на 100% уверен, что просто кто-то психанул. Кто-то недосчитался. По-хорошему можно было да вот не знаю, да хоть так вот сыграть. Это весьма интересная позиция за белых. то есть нормальный по очкам и все вроде крепко, все живо гарантированно и наверное убил тут небольшое преимущество. В таком же ключе это полнейший провал. Решил тут попытаться удержать все, съесть все, забрать себе все, чем Никола сыграл максимально жадно, за что и поплатился, потому что он не может отсоединяться, иначе это все находится в одном большом дамадзумаре, резать нельзя, сразу будешь съесть, а других ходов как будто и нет. Вот поэтому приходится жертвовать, вот, но жертва это как бы нет хорошей жизни, вот решает по итогам пожертвовать именно двушку, вот, ну, можно было на самом деле сходите сюда, вот, ну, это сколько, 15 очков, 15 камней, то есть это 30 очков, немало, вот, но с другой стороны, если сверху справа белый успевает, даже если отариваю и сыгран, к примеру, надо понимать то, что белый получает тоже не сильно, это меньше, потому что так у него и территория сверху, у черного там проблемы, вот, и справа территория много меньше, вот, если же черный собирается в ту сторону, как это было в партии, то все то, что было сверху белых, стало территорией черных, и просто то, что было территорией черных, осталось территорией черных, то никак это соединение очков вообще не принесло, это просто спасение камней, вот, поэтому после этого Дима, конечно, начинает уверенно лидировать, но слишком уж была большая потеря сверху справа, защитился Никола от Ко таким входом, как вы понимаете, таким, таким входом возникает, ясно, С2 сюда, и это Ко-борьба, такая вот, вот, ну, Дима все понял, поэтому говорит, окей, я понял, хорошо, я просто защищу свое и буду радоваться жизни, тут, конечно, немножечко решил обострить, но, в принципе, не имеет права на фоне того, что все группы живые, все крепко, вот, но сейчас надо было просто успокоиться, вот, либо, просто себя взять и успокоиться, сыграть такой ход, и это победа, более того, можно было сходить даже интереснее, просто спуститься, и черный уже живой, а вот у белого возникает Ко, если попытаться как-то так вот сыграть, и туда легко не факт, что это получится нормально отрезать, но, в любом случае, минусы медленного действия, которое рано или поздно рванет, вот, но вместо этого Дима неожиданно попал, и это даже не Ко, потому что белому хватает степеней ровно для того, чтобы убить степень в степень, темп в темп, и по итогу черный снизу умер просто так, Дима там явно не досчитался чего-то, и получилась такая вот неприятная позиция, ну, после этого имеется белый ощутимо впереди, вот, началось Ко в центре, вот, но не заметил тут видимо того, что все это спокойно выживает, и более того, то, что это не просто выживает, а это у белых все снизу отрезается, он, да, центр белый сил, но это очков особо не принесло, опять же, это просто несколько камней спасения своих, вот, сидение группы снизу, это все очки в округе, ну, и это, к большому сожалению, у Николы смерть, потому что если попытаться играть как-то так, то при спокойной здесь черному хватает степеней, ты не можешь сюда играть белый, потому что он бьюсь съеден, ну, то есть, я просто качественно и внимательно посчитал, понял то, что, вспомнил, что группа с глазом против группы с глазом это всегда хорошо, вот, ну, и просто посчитал степени и выиграл эту игру, абсолютно заслуженно, вот, но в целом, конечно, он обострил тогда, когда совсем не надо, это, разумеется, говорю про правую сторону, про нижнюю, точнее, правую нижнюю, там, где он с чем-то умер, когда этого не должно было быть, вот, тем не менее, на этом по этой партии все, спасибо.